В настоящий момент в регистратуре медсанчасти 135 уже распределены потоки пациентов. На каждое окно выделен отдельный регистратор. Организованы окна для первичного и повторного приемов. Окна записи на прием к врачу выделено отдельное окно для пенсионеров. Эта реорганизация уже на уровне регистратуры. Упорядочила потоки, уменьшила очереди и создала удобство как для пациентов, так и для работы персонала. Поликлиника готовится к приему электронного оборудования и компьютеров для регистратуры. В настоящее время уже поступило оборудование в клинико-диагностическую лабораторию. На данный момент оно находится в стадии запуска. Ожидаем поставку оборудования в регистратуру. Это электронное табло, это электронная регистратура, это новые информаты и компьютеры для облегчения работы самой регистратуры, также в процедурные кабинеты и в кабинеты врачей. Открыт второй процедурный кабинет, чтобы разделить потоки сдачи крови. Если раньше все пациенты приходили в 107 кабинет, то сейчас пациенты по заболеванию приходят в 107, а пациенты по медосмотру, по диспансеризации, по платным услугам мы направляем в 143. Он у нас работает с 8 до 9 часов. В этом кабинете работают две процедурные медицинские сестры. После 9 часов проводим внутривенные, внутримышечные инъекции. Пациентам по САГАС и по платным услугам. Также мы ввели талонную систему на забор крови в связи с тем, что раньше пациенты могли приходить все в один день, в одно время, а образовались большие очереди. Сейчас, благодаря введению талонов, очередь стала распределяться равномерно в течение дня. Пациенты приходят в назначенный день, в назначенный временной интервал, который составляет 30 минут. Но это позволило упорядочить людей в течение смены равномерно. И таких очередей больше мы не наблюдаем. Для реализации проекта создана совместная рабочая группа из специалистов медсанчасти и Смоленской атомной электростанции. Благодаря шовской помощи Смоленской атомной станции сделана навигация. Навигация на каждом этаже, на первом, втором, третьем. Понятно, где находятся процедурные указатели, где находятся кабинеты врачей, как пройти в рентген-кабинет, как пройти в отделение ультразыковой диагностики, или как пройти на флюорографию. Я думаю, это будет сречно положительно нашими жителями нашего города. Даже эти начальные этапы реализации проекта дают заметные результаты в поликлинике Десногорска. Продолжение следует...